Итак, первый адрес – двор Памира 101. Благодаря новому тротуару путь до 16-й школы стал безопаснее. Было очень некомфортно детям добираться до школы, потому что здесь всегда лужи, гололедица, грязь, да, и достаточно много машин у домов, и поэтому было небезопасно. Сейчас, по крайней мере, проблема решена, то, что детки будут ходить по тропинке, с ними уже работу мы провели, уже все объяснили, как добираться до школы. 1 сентября, я думаю, мы еще раз заострим на этом внимание. Ну, по крайней мере, я спокойна, что детям безопасно. Работы по благоустройству выполнены в рамках проекта «Уютный город» при поддержке Уралкалия. Еще одним объектом в округе Алексея Рюмкина стала территория детского сада номер 77, где за счет средств краевой программы Верхнекамья на его территории появился новый асфальт. Асфальт был, но в таком состоянии, конечно, крайне неудовлетворительным. Вот, поэтому было принято решение его отремонтировать, ну, полностью заменить. Ну, сейчас увидите, то, что сделано, это, конечно, как небо и земля. Есть, конечно, отдельные недочеты, я думаю, их еще будем устранять. Вот, но в целом работа выполнена. Выполнена, как я всегда говорю, благодаря совместной работе жителей, администрации города, администрации края в данном случае, так как здесь и краевые деньги. Ну, и, конечно, компания Уралкалия. А теперь переезжаем на правый берег. Здесь, в одном из самых больших дворов микрорайона Усольский, появилась детская и спортивная площадки. Местные жители мечтали о них несколько лет. Раньше здесь были старые и опасные качели и карусели, еще с советских времен, рассказывает Виталий Просекин. Теперь глаз радуют современные площадки, которые всем сердцем полюбила местная ребятня. Годами уже ждали-ждали, когда что-то обновится здесь, наша территория, чтобы было приятно детям находиться в нашем районе, а не бегать в новый через дорогу, что опасно, и без взрослых туда ползать. Теперь дети здесь, во дворе. Замечательно сделали, что помимо детей младшего возраста, есть кому свою энергию выплеснуть и на спортивных уже тренажерах, не ломая детские качели. Детские спортивные площадки появились во дворе девятого дома на улице Строгановской, также благодаря уютному городу, при финансовой поддержке Уралкалия. Жители обратились за помощью к своему депутату Алексею Сидорову. Замечаний в принципе особо нет. Здесь только необходимо будет облагораживание произвести рядом с площадками, выровнять грунт, убрать старый бетон здесь, чтобы более-менее был подход к площадкам. А так в целом площадки посмотрели, крепко собраны, и проблем я в основном здесь больших не вижу. В этом году в Березняках благоустраивают и территории образовательных учреждений. Новое асфальтовое покрытие появится на территории семи детских садов и четырех школ. На благоустройство выделен 61 миллион рублей на условиях софинансирования с Пермским краем. Сегодня мы проехали, посмотрели. В принципе, качество хорошее. Думаю, что все наши действия будут оценены нашими горожанами, и они направлены на то, чтобы было им комфортно и удобно проживать в городе Березняки. К слову, работы по благоустройству территории образовательных учреждений будут продолжены. Депутаты держат вопрос на контроле. Большие изменения коснутся и правобережной лыжной базы Стрижи. В ближайшее время там появятся новые лыжероллерные трассы протяженностью 2,5 километра и освещение. На выполнение этих работ выделено порядка 55 миллионов рублей из краевого и местного бюджетов. Стараемся привлечь финансирование со всех источников. Для многих объектов изменения впервые с момента постройки используем все возможности региональной, федеральной поддержки. Без сомнения помогают наши крупные бюджетно-образующие предприятия, в частности Уралкалий. Для меня важно, чтобы еще обязательно было участие населения и инициативных жителей. Что ж, вот такие приятные преображения затронули разные городские территории. Остается только любоваться и наслаждаться. И все это при совместной работе активных березняковцев, местных депутатов и градообразующих предприятий. Ирина Федорова, Никита Игнатьев. Наши новости.